в происходящих турнирах по спортивной ходьбе. Титулованная российская спортсменка приходит к финишу первой на чемпионатах мира и Европы, праздновала победу на Олимпиаде в Пекине, а теперь добавила к своим наградам победу на первенстве планеты в Южной Корее. Я как профессионал, как специалист, я считаю, что человек у меня работу выполнил определённую. Я просто знаю, что такую работу выполняет конейский, но в мире никто не делает. Поэтому если она выполняет эту работу, я знаю, что этот человек выиграет. В мире женщина так и тренируется, как она. Поэтому здесь очень просто. К сегодняшнему старту Канискина подходила в статусе безоговорочного фаворита, но специалисты и тренеры призывали не праздновать успех раньше времени. Тем более, что сенсационные неудачи на турнире уже потерпел целый ряд безоговорочных лидеров, в том числе Елена Есенбаева, которая накануне не смогла попасть в тройку призёров. Сразу после старта Канискина вырывается в лидирующую группу. Долгое время кажется, что шансы на золотую медаль сохраняют сразу пять спортсменок. Но затем следует финишный рывок Канискиной, который окончательно снимает вопрос о победителе. Дистанцию 20 километров Канискина преодолела за 1 час 29 минуты 42 секунды. После изнуряющего марафона россиянка едва нашла в себе силы ответить на вопросы журналистов. Я очень-очень довольна, очень-очень рада и очень-очень счастлива, что мне удалось выиграть этот чемпионат. Тем более, как бы, получалось, что меня преследовали до самого финиша. Поэтому очень рада, что мне удалось всё-таки удержать этот малюсенький отрывчик и всё-таки прийти к финишу первой. Второе место завоевала китаянка Лю Хона, а бронзовая медаль также на счету российской спортсменки Аниси Кирдябкиной. Таким образом, копилка российской сборной сегодня пополнилась сразу двумя наградами. Медалистки признаются, что рады новым достижениям, но всё-таки слегка разочарованы тем, что им не удалось повторить прошлогодний триумф на чемпионате Европы в Барселоне. Тогда российские спортсменки заняли весь призовой пьедестал. Спасибо, конечно, за поздравления. Очень приятно. Жалко, что не повторили прошлогодний пьедестал. Ну, ничего. Ответь, что будет, ещё раз у нас так же. Тем не менее, благодаря ещё двум медалям сборная России сравнялась по золоту с Соединёнными Штатами. И по общему числу наград с десятью медалями вышла на первое место в командном зачёте. Анатолий Петров, Дмитрий Дятлов, Вести. Анатолий Петров, Дмитрий Дятлов, Вести.